Поэтому надо понять, что мужчина чем-то, женщина друг друга отличаются. Раз женщина соткана из любви, она должна создавать атмосферу в семье. Это ее главная обязанность. Она создает атмосферу, в которой муж расслабляется, чувствует, что он счастлив. Понимаете, она должна, и Бог ей наделил это этими желаниями. Всегда женщине нравится прибираться в доме, мыть полы, красоту наводить. Она заряжает квартиру любовью таким образом. Она прибирается, ходит, такая счастливая по квартире, бегает, ля-тру-для-ля, птички, одуванчики, бабочки. И все как бы, она создает атмосферу. Муж приходит такой, и на диван такой, бац, и хоккей включает. И вы думаете, Господи, зачем я прибиралась-то ради хоккея этого все? Меня вообще внимания не обращают. Потому что женщине очень хочется близких отношений, чтобы он подошел, посмотрел на им. Как ты живешь, как у тебя дела? Она плохо, пожаловаться надо мужу. Ей нравится женщине очень. И он должен успокоить, сказать, все будет у тебя хорошо, моя дорогая. Она не знаю, будет обязательно. Вот это то, что женщина ждет. Он пришел, сел, включил хоккей. Почему? Потому что он устал с работы, ему тяжело очень. Если вы хотите, чтобы он все-таки на вас обратил внимание, то есть, как бы, для этого есть определенная последовательность шагов, которые надо сделать. Первый шаг, вы садитесь рядом. Он все равно смотрит хоккей. На вас он не будет смотреть. Второй шаг, вы смотрите хоккей. Третий шаг, вы говорите, Фетисов играет лучше всех. Он включается в беседу, скажет сразу, да-да-да, точно, точно, вот, ну, отлично вообще игрок, супер, а ты откуда узнала? И когда он этот, ну, как бы, начнет с вами беседовать, вы должны ему сказать, а ты бы сыграл лучше. И когда вы так скажете, он в этот момент на вас посмотрит и вас увидит. Женщина, понимаете, потому что и мужчина целенаправленное сознание всегда. Он что включен, то и видит, понимаете? Вот если, допустим, он телевизор смотрит вот так, как Фетисов играет, и вы ему скажете, что, как бы, машина в аварию попала, есть вероятность, что он не услышит, он скажет, да-да, хорошо. Потому что он ответит вам, а на самом деле... На самом деле он не слышал, понимаете? И так он на вас обратил внимание, и в это время вы должны ему сказать, пойдем покушаешь, ты же устал. И его в столовую. А еще лучше, когда мужчина заходит в дом, да, сразу бросаться ему на шею. Когда женщина бросает и целует его, он его раз, расслабило. Когда его расслабил, он включился. Когда он включился, надо брать его за руку, и первое, наперво, куда везти мужа надо? Под душ. Да, надо везти его, чтобы он принял душ, хотя он не хочет. Надо его заставить. Потому что, когда мужчина принимает душ, это сразу снимает с него напряжение вот это там. И дальше, как только он из душа вышел, сразу за руку и на кухню кушать. Разделите телевизор от еды обязательно. Иначе он не от еды толку не получит ничего, не от телевизора, понимаете? То есть надо, чтобы человек покушал нормально. И вот, когда он поел в этот момент, там у вас есть буквально полминуты. Да, он поел, и вот так вот следите за ним как бы. Есть несколько признаков того, что можно уже начать говорить. Первый признак, вот он ест, ест, ест и такой раз, и замер. Он начал есть и замирает уже. Вот он ест, так раз, и останавливается. Значит, что уже как бы насытились чувства. Второй признак, он ест, вот так ест, потом раз, отваливается и ест. Отвалился. Значит, это признак тоже, что все нормально. Третий признак, он ест, 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 потом раз, на вас посмотрел, начал с вами общаться. Это признак тоже, что как бы насытился человек. Когда его чувства мужа насытились, надо ему сначала обязательно сказать что-то хорошее. Хорошее что-то сказать. Не сразу там вашу главную новость. А хорошее что-то сказать, допустим, что, ну не про хоккей, правда, а то он рванет туда смотреть сразу. Лучше что-то другое. Про сына, например, про дочь. Вот у нас ребёнок вот там старается, учится. Он такой, да, хорошо. Ну а потом говорите то, что вы хотели. Когда ещё прыгнули у двери на него. Понимаете, женщина, когда чего-то хочет сказать мужу плохого, она терпеть вообще не может, ждать вообще ни секунды. А надо ждать, понимаете, пока он поест, пока успокоится. И сказать надо очень аккуратненько. Ты знаешь, мне кажется, может быть, я не права, но у нас обваливаются крыши. Ну так по-доброму. И он скажет, ну я разберусь. Лучше пусть сам разберётся, чем вы его напугаете, понимаете? Потому что вы когда его пугаете, он говорит, да что ты меня пугаешь вообще? Понимаете? Ему не нравится когда. То есть вы не пугайте его, пусть сам напугается. Ну то есть скажите ему аккуратненько всё, пускай он сам во всём разберётся. Понимаете, если есть какая-то проблема. Но говорить надо именно после еды. Потому что если вы раньше скажете, он напряжён, когда мужчина напряжён, ничего не слышит. А если вы скажете, когда он вообще в очень тяжёлом состоянии находится, ещё хуже будет, потому что он начнёт вас орать. Чего ты ко мне предстал, а стань мне и так плохо жить там, и вы будете во всём виноваты потом. Видите, есть определённые последствия. Мужчина очень однонаправленный в своей психике. Вот, допустим, если мужчина идёт из ванны, допустим, в кабинет свой рабочий, что он по дороге видит? Ничего не видит. Он видит только кабинет. Всё. Женщина из ванны кабинет идёт в свою спальню. Что она видит по дороге? Всё. Теперь вы скажете, а если она не смотрит туда, видит – видит. Вот, допустим, женщина идёт, да, а там, допустим, муж чем-то занимается, да. Она видит, чем она занимается? Да, но при этом не смотрит. Вот мне, допустим, моей жене не нравится, когда я смотрю новости. Я считаю, что я очень чувствительный человек и прям чувствую мысли всех людей там и всё прочее, да. Я открываю новости. Через секунду подходит жена, говорит, не смотри новости и выключай. Я могу думать о чём-то другом, понимаете? Настраиваться на что-то другое, но всё равно она узнаёт, когда я смотрю новости, в эту же секунду подходит и выключает. Говорит, займись, сделаем. Неча новость, смотри. Женщина, когда звонок раздаётся в квартиру, она знает, кто звонит. Она знает, этот муж звонит, ребёнок звонит, или чужой человек звонит. Она это всё знает. Представляете, у женщины, какая колоссальная способность распознавать интуицию. Мужчины такой способности нет. Он не может понять, что там грязно на кухне, там, допустим. Я разжёг, жена открывает дверь, я говорю, какое у тебя красивое новое платье. Она говорит, да, лекции твои, всё правильно, ты в ней говоришь. Это, говорит, платье уже старое. Я просто давно его не одевал. Но так, мужчина, как бы он ничего не замечает, кроме того, что ему нужно в жизни. Итак, возвращаемся к взаимности, взаимоотношениям. Вот смотрите, если вы не можете по-доброму сказать что-то мужу, сокровенное для себя, боитесь. А он, даже если вы скажете, никогда на это не среагирует правильно. Ну, то есть вы сказали, он говорит, да, это всё ерунда, перестань париться, и уходит. Это значит. Или он, допустим, вам что-то говорит, а вы тоже, да, отстань от меня, я устал. Это значит, что между вами нет и никогда не было глубоких отношений. Даже если у вас куча детей, там вы вместе всю жизнь прожили, понимаете, между вами нет и не было глубоких отношений. Глубокие отношения начинаются с благодарности. Вот если вы так жили для близкого человека, что у него в сердце возникла благодарность, то первое, что получается, вы можете его воспитывать, начать с этого момента, потому что до этого, сколько вы бы ему не говорили, он никогда вас не будет слушать. Только благодарность близкому человеку дает возможность услышать. Второе. Благодарность приводит к совестливости, то есть человек боится потерять. Если он делает что-то не так, он извиняется, потому что он боится потерять. И так далее. То есть начинаются отношения, глубокие отношения. Люди могут прийти, сесть друг с другом и пообщаться по душам. Понимаете? Но все это невозможно, если человек не встал на путь самосовершенствования. Потому что у вас не будет возможности внутренней так жить. Если вы не находите счастья в Боге, в природе, в добрых людях, то вы не сможете быть самодостаточным человеком. А если вы не самодостаточный человек, то вы не сможете служить без ожидания чего-то взамен. Это значит, благодарность никогда не придет. и это значит, что семья развалится. Скорее всего. Поэтому выход только один. Это изучать, в чем обязанности женщины, в чем обязанности мужчины и выполнять свои обязанности. И делать это, не ожидая ничего взамен. А если вам счастья не хватает, ищите его в Боге, в добрых людях, в природе. И этим человек должен заниматься. Я вот сегодня, чтобы вам читать лекцию, два часа делал йогу, очень тяжелую йогу, такую трудно исполняемую, вместе с молитвой. Например, я 7 минут на голове стоял там. Ну, то есть, каждое упражнение делал очень долго вместе с молитвой. И в это время моя психика очищалась от аскез вот этого перелета там и так далее. Снимал с себя напряжение. Я выгляжу, как человек, который только что с дороги приехал. Нет? А я уже проехал много тысяч километров, пролетел. Понимаете? За неделю. Надо учиться так жить. Учиться наполняться. Учиться наполняться природой, добрыми людьми, Богом, чтобы хватало на близких людей. Чтобы хватало. Вот в этом главная проблема. Понимаете, в священных писаниях предсказано, что главная проблема в наше время будет то, что люди все обесточены. У них нет сил служить друг другу, нет сил улыбаться, быть счастливыми, жизнераздостными, нет сил вытерпеть унижения, нет сил переварить трудность какую-то в жизни. Понимаете? И люди не понимают даже, что у них не хватает сил на все это. И они просто думают, что им не повезло. Не повезло с человеком, не повезло с работой. Потому что везде нужно вкладывать силы, чтобы достичь успеха. Вот, допустим, мужчина говорит, Олег Геннадьевич, мне что-то не везет с работой. Я не знаю, где мне работать. Я говорю, вам надо на каком-то одном месте научиться задерживаться не менее трех лет. Он говорит, если там не нравится работать. Я говорю, не нравится, потому что вы не можете терпеть. Научитесь принимать эту работу, терпеть, и тогда вы будете успешным. Потому что мужчина, если полгода поработал, он только начинает понимать, включаться в деятельность. А надо же достичь там какого-то уровня, чтобы тебе приятно было это делать. Ты должен это понять, разобраться во всем. Поэтому прими работу просто, поживи с ней. А он не может, потому что у него нет сил внутри на это. И вот это главная проблема жизни. Поэтому если человек не может с природой общаться, он не любит на природе быть, зарядки делать, у него нет друзей или подружек, допустим, он не ходит в храм, шансов сохранить семью нет. Потому что откуда вы силы-то возьмете ее сохранить? Вы силы ждете от близкого человека, а вот это есть капкан. Вы ждете от него, он ждет от вас, любовь раздербанивается. Дальше через это ожидание, вот ждете от близкого человека, через это ожидание плохая судьба идет. Я вот ждал, что я теперь пролечу покороче, вот и слетал три раза. А если бы не ждал, наверное, все нормально бы было. Понимаете, да, о чем я говорю? Это называется закон подлости или закон кармы. Это одно и то же. Не жди и ничего плохого не будет. То есть учись принимать судьбу. Ничего плохого не будет тогда. И так вот эти три стадии. Первая стадия спокойно стала жить с человеком. Почему спокойно? Потому что первых, ты его принял, а вторых, благодарность пошла, вот эта любовь, капелька любви пошла в жизни. Потому что есть благодарность и все классно. Обычно это одностороннее. Понимаете, ты просто служишь, но ты ему неблагодарна, потому что он тебя достал уже, он живет неправильно, я такая вся воздушная, святая почти. Он живет неправильно, я ему служу бескорыстно. И он неблагодарный. Вдруг стал благодарным. Он стал благодарным и ты его принимаешь. Думаешь, да ладно, Бог с ним, пусть живет неправильно. Он хоть начал благодарить. Так хорошо, что вот я наконец-то дошла до этого момента, что близкий человек оценил то, что я делаю для него. Поднимите руку, у кого это произошло. Следующая стадия. Рассказываю, как только оценил, спокойно жить становится. Теперь вам надо достичь того, что для вас человек выше правды. Вот когда человек работает над собой, он правду и неправду начинает видеть очень четко. Он видит, понимает, что надо есть, а что не надо. Он питается неправильно. Он понимает, как надо правильно жить. Режим дня не соблюдает. Он кушает не то, что надо. Он весь такой неправильный, а я с ним живу. Как вообще можно на это все смотреть? И когда человек близкий говорит, спасибо тебе за то, что ты вот так живешь, так делаешь, я тебе очень благодарен. В этот момент он начинает принимать ваши занятия. Он говорит, ходи на лекции, тебе это подходит. Мне не надо, но тебе подходит. И он благодарен уже. Это первая стадия, все идет по плану. Дальше будет вторая. Вторая стадия означает, что он начинает вас слушать. Вы ему говорите что-то, раньше он вообще как бы сиди сама откроет. Да? Как в анекдоте. И он раз, и он среагировал, начал слушать вас, прислушиваться. Вы ему что-то говорите, но говорить надо уметь. Понимаете, что близкий человек прислушивался, нельзя нажимать словами, ни эмоциями, ни логикой, ни своей. То есть, женщины эмоции нажимают, мужчины нажимают правдой. Вот. Нажимать нельзя, надо принять человека каким есть и сказать ему, не взначай эту правду. Если вы скажете без нажима, по-доброму, он услышит по-настоящему, если он благодарен вам. А если не благодарен, даже не пытайтесь воспитывать близкого человека. Это невозможно просто. Ему все равно, что вы сказали. Потому что благодарность заставляет слушать. Вот вы, допустим, пришли ко мне на лекцию, допустим, вы меня не знаете. Вы слушаете меня, ну, как-то трудно понимается. Почему? Потому что нет благодарности. А если вы слушали до этого мои лекции, у вас поменялась жизнь, вы начинаете слушать, у вас все всасывается, впитывается, вы все понимаете. Почему? Потому что есть благодарность. Благодарность заставляет понимать, изменять свою жизнь, понимаете? И это вторая стадия отношений, в том числе и на лекциях тоже. Вторая стадия отношений означает взаимность. То есть люди начинают понимать друг друга, они начинают слышать друг друга, слушать друг друга. И эта стадия, первая стадия называется принятие или спокойствие в жизни. Спокойно становится жить. Приняли мы друг друга, всё. Я согласен со всем, что ты делаешь, какой ты человек, всё нормально, приняли. Вторая стадия любви называется уважение. Что такое уважение? Это когда ты не просто принимаешь человека, а ты наконец начал замечать, что у него есть удивительные качества. Вот этот человек, у него вот есть то, есть всё. Раньше мы не замечали, понимаете, вот живём человеком, не замечаем. Мне люди говорят, а у тебя вот такой-то близкий человек. Я говорю, да, пожил бы ты с ним. Ну то есть я в принципе не против, что это есть где-то у него там. Но я это не чувствую, не вижу. На второй стадии любви человек начинает чувствовать и видеть. Он начинает понимать, что вот это есть у близкого человека. Понимаете, вы скажете, а если у моего нет? Это невозможно, потому что мы все души. А душа, она соткана из качеств, понимаете, из качеств характера. Из каких качеств она соткана? Из правдивости, нежности, доброты, решимости, храбрости, заботливости, там и так далее. И есть качества характера души, которые просвечивают через женскую природу, а есть те, которые просвечивают через мужскую. Вот, допустим, женщина может быть храброй внутри. Но как она женщиной родилась, это не просвечивает через нее. Через нее просвечивает доброта, если у нее есть доброта. Понимаете? То есть женские качества через женщин просвечивают, и они не хватают, именно мужчине их не хватает. Потому что мужчина в мужском теле, у него просвечивают другие качества. И поэтому и люди притягиваются друг к другу, потому что всегда женщина будет добрее, она будет нежнее, она будет всегда честнее, чем мужчина по жизни. Потому что через ее природу женскую это просвечивается. А мужчина всегда будет смелее, он всегда будет разумнее, терпеливее, он всегда будет более как бы целенаправленный в жизни в одну сторону. Это потому что через мужских мужчину просвечивается. Это то, что женщине очень не хватает в жизни. А то, что в женщине есть мужчине, не хватает. Что такое уважение? Люди начинают видеть эти качества хорошие друг в друге. И это рождает счастье. Вот чем счастье отличается от того, чего мы хотим? Понимаете, мы в жизни тоже думаем, что мы стремимся к счастью. Мы хотим машину, квартиру, чтобы денег было достаточно, чтобы положения в обществе было достаточно. Это не приносит все счастье. Это приносит, чтобы вы знали, спокойствие. А спокойствие от счастья очень сильно отличается. Когда человек спокойствие достиг, что думаете, он счастлив? Люди говорят, у меня и машина есть, и квартира, и жилье, и все вроде нормально, но что-то как-то скучно жить. Ему надоедает вот это спокойствие. Он говорит, что бы, может быть, пойти с моста на резинке прыгнуть. То есть начинают дурю маяться просто люди. Они не знают, где счастье взять. Потому что они думают, что счастье надо вот себя развлекать, как-то это будет счастье. Это тоже несчастье. Это перемена ощущений. Это несчастье. Люди путаются с счастьем. Они думают, вот я с горки качусь, у меня счастье возникает. Нет, просто смена ощущений. Это тоже несчастье. Счастье – это когда два человека благодарны друг друга и уважают друг друга. Они смотрят друг на друга и испытывают вот это вот самое, к чему мы стремимся всю жизнь. Это и называется счастье уже. Счастье живет в обмене. Когда люди достигают правильных отношений, они сражались за них всю жизнь. И вот этот обмен, вот этот вот у них в сердце вызывает ощущение счастья. Вот это и есть счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова